здравствуйте здравствуйте мои дорогие это биггоги для для тех кто посмотрел первое видео и для тех кто его не смотрел и те кто хотели посмотреть второе даже если сами об этом не подозревали скажу вам у меня последние дни не очень хорошее настроение и поэтому я решил записать второе видео чтобы поднять его себе посредством того что подниму его вам хотя к моменту выхода наверное уже и так будет все замечательно ну в общем то без лишних представлений перед вами zoom nl 10 а и пущу я вот в нижнем экране и реплеер поехали я буду играть без стат снова потому что они только загромождают картинку игроки мне здесь не знакомы информации никакой из этих стат нет не почерпну поэтому давайте не будем заниматься ерундой поиграем чисто крутое gto в поместь с эксплойтом на самом деле на на втором столе как ни странно можно играть и конбетом и чекколом я выберу чеккол черн нас никак не усилил и конечно да в диапазоне оппонента будет достаточное количество блефов я предполагаю но мы ничего не можем поделать наша рука слишком слаба и даже если блефует какой отвратительный звук то может усилиться и так далее и тому подобное мы хорошо стоим только против гатшотов и не факт что он со всеми гатшотами будет продолжать так как видите я пользуюсь table ninja поэтому мы быстренько быстренько фолкин все ненужные руки и играем только нужные замечательные руки если потребуется буду делать паузу сделаем паузу твикс мы кушать не будем я не ем такие углеводы но ох нифига себе видели у чувака 60 долларов стек не знаю не буду я рейсить четверки вы понимаете изоляционный рейс четверками то есть value рейс четверками это такая палка о двух концах большинство все руки с которыми она заколирует будут иметь две оверкарты две оверкарты это 50 процентов equity поэтому не стал я резить это звук мерзкий цифровой у софта получился из-за наложения программы по записи видео и ну и наверное этого достаточно чтобы сделать звук неприятным так чтобы вам придется потерпеть вы же не хотите чтобы я заново перезаписывал вступление у меня не может не хватить эмоций лимперы 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 здравствуйте мои дорогие все как на покер доме неполные стеки лимперы супер напомню что со всех позиций я открываюсь в 3 бб а скотов из баттона в два с половиной и как же удобно что у меня это все на кнопки мышки на разных на разных кнопках мыши эта доска хорошая для нас она у нас больше оверпар и не сильных руки водил путани и нас узнали мы напишем тэнкью надо еще чтобы он упал надо сделать еще что-нибудь экзотичное спасибо запомните ребята вежливость лучшее оружие вора королей никаких сюрпризов играем 3 бетом любого короля я буду защищать блайн персус блайн при стиле в 3 бб и меньше у нас гатшот и бэкдорная флэш-дро и одна оверкарта этих несколько и по идее достаточно чтобы защититься ну чтоб кольнуть короче если он чекнет я буду чекать в догонку дело в том что у нас всего лишь гатшот и возможно одна карта к его готовой руке по слабее там типа девятка валет или дама но это очень мало эквити чтобы ставить теоретически у нас есть какое-никакое шоу-дон вэлью и честно говоря валет больше подходит нашему диапазону но это теоретически а на практике гражданина почти наверняка скажется рука типа ту-7 который он так вот разыграл поэтому мы не будем колить мы не будем рейзить вы спросите а почему бы не заразить не изобразить 3 да потому что представьте себе сколько у нас всякого говна с которым мы можем сделать рейс на ривере слишком много слишком много рук а это значит что блеф у нас будет тьма а еще умножьте это удовольствие на то что рекреационные игроки ну не очень любят расставаться с топ парами поэтому нет я не буду рейсить не просите меня ну скажем так не всегда редко почти никогда ногу на 8 возможно слегка пограничный на вполне адекватный рейс со средней позиции одномастный конечно выбор подобной руки связан с тем что люди на большом блайнде защищаются довольно активно и у их диапазоне кола будут руки типа восемь десять одномастный восемь девять одномастный валет одномастный это те руки которые мы доминируем а вот это моя излюбленная рука для сквиза на большом блайнде еще мне нравится туз 5 одномастный прекрасные руки на первом мы не будем ничего хитрого делать сыграем скорее всего чекфолд несмотря на то что у езды снизу именно потому что она снизу мы не будем захотим выиграть доска очень хорошо подходит нам на втором столе у нас кучу оверпар а вот у него не кучу оверпар дама неплохая карта в целом скорее для нашего диапазона да у оппонента иногда кажется туз дама но ведь у нас то есть туз иначе мы блокируем потенциальное количество хорошее количество туз дам в его диапазоне и учитывая что у нас есть гатшот блокер на его сильную руку мы будем ставить второй баррель и я да затолкну здесь третий баррель он так быстро заколировал что мне же как бы не очень хочется пихать на самом деле у меня есть будут тузы короли туз дама король дама но король дама я наверно не буду пушить по риверу но тем не менее не будут возможно у меня будет иногда рука типа туз 2 но я очень сомневаюсь одномастный но в целом тузы короли туз дама это пуш поэтому какие-то блефы нам теоретически нужны и вот этот блеф он и есть он сделал очень быстрый кол и наверное он сделал очень нормальный вполне кол в его исполнении это конечно делает мои блефы менее привлекательными но посчитайте сами у меня всего максимум может быть 8 комбинаций блефа в этой ситуации и при этом белю комбинации туз дам 12 тузов и королей еще 12-24 комбинации блефов то есть в общем то вполне адекватная ситуация но я под него бы теперь подстроился он понимая что не выкинет ни одну карманную пару и соответственно вот именно в него я в следующий раз откажусь от ривер блефа вот так да так потому что он меня задел он задел мои чувства у меня слишком быстро вскрыл открылся он в 3бб это рек сыграл большой 4 бет но в целом 10 валет одномастные находится около низа диапазона защиты мы вот мысли кола 4 бета я выкину потому что слишком большие сайт я не знаю может быть это его стандартный сайзинг но у меня такое впечатление что мы здесь упоримся в какие-нибудь дама дама плюсы туз король слишком часто понимаете чем больше сайзинг они заряжают тем меньшее количество рук нам нужно защищать с точки зрения математики чем хуже шансы банка тем меньше нам нужно защищаться то есть если бы он сделал 4б меньшего размера то я бы пожалуй коллировал а так как 10 валет одномастный является не из-за моего диапазона защиты на 4б колом то я просто выкинул потому что мне дали хреновые шансы банка нападаем на втором столе получаем торжественный чек кол от человека играющего с телефоном оу я автоматически поставил вторую ставку и забрал на самом деле у нас было флаж дро думаю что на так на моем месте поступил бы каждый думаю что вы заметили ниточку психоза в моем поведении это связано с перед возбуждением и взбудораженностью последних дней вам придется потерпеть или если вам это нравится насладиться моим легким бешенством и скрипом моего кресла которое наверное надо заменить но вот знаете замена кресла в списке приоритетных дел находится короче внизу где-то интересная структура монотонные доски это вообще тема на которую можно написать научную диссертацию она наверняка кажется полной дерьма я предпочитаю играть от очень узкого конбета поэтому и флаж такую доску без позиции я буду чекать низ по крайней мере нижней вы можете со мной поспорить можете рассказать мне насколько я не прав и возможно я не прав но пока что я придерживаюсь мнения что это очень сложные структуры для правильного розыгрыша отвратительный бивер чтобы у него был блеф это должна быть рука типа король у него была более сильная рука у него должен быть король балет или валет дама с пиковым валетом чуть я сомневаюсь что это слишком часто будет думаю что надо ставить мы иногда получим кола цвета или двух пар просто потому что он будет на первом столе в меня поставили очень много маленьких ставок я готов часто проиграть флажику даме но слишком хорошие шансы я получил рейс и это странно это странно и дешево а еще король пиковый господи господи что-то я не учел то что диапазоне оппонента еще и король может быть а все знаете почему потому что говорю игра одновременно это накладывает определенные скажем так ограничение на работу моего мозга как оказалось я что уж поделаешь это не единственная штука которая накладывает ограничения на работу моего мозга последнее время оппоненты на моих рабочих ставках очень этому рады ничего на нашей улице тоже будет праздник в принципе структура нормально для конвета у нас куча бакдоров получили инстакол никак не усилились и я не думаю что нам следует продолжать вот это в раздаче номер короче этот номер я ошибся конечно у него еще мог быть король я не об этом не подумал не собираюсь глифовать на первом столе да это рука которую мы могли бы выбить теоретически но это одна из немногих структура на втором столе на самом деле нормально и конбетом и чеком я наверное поставлю конбет исходя из того что диапазон кола на маленьком бланде как правило капнут и в принципе на него можно неплохо оказывать давление но надо понимать из чего он состоит потому что смотрите некоторые люди коллируют дофига мелких карманных пар вот в такой диапазон давить нефиг делать потому что на большинстве тернов или риверов они сдадутся а если не сдадутся то там будет сет easy money а другие любят коллировать разномастный бранвей у третьих это комбинация первое второго а четвертый коллируют и то и другое третье еще немножко slow play от нотиков чтобы не дай бог если большой блайн засквизит не быть эксплоентами все логично все разумно все работает все можно использовать в своих хитрых целях но мы-то знаем что люди чаще не сбалансированы и можно оказывать на них давление эхо появилось это эхо появилось что такое что такое сейчас разберусь техническими неполадками конечно для вас пролетело только мгновение но для меня прошли целые 40 секунд а может быть даже больше время субъективно течет по-разному как оказалось я немножко напортачил с настройками я очень надеюсь что предыдущие 15 минут записи не фейлону есть но если что придется переписать видео и вы это все никогда не увидите но пока продолжим она продолжим из того что посмотрим как проходила раздача за первым столом я открылся в ранней позиции с валет 8 одномастный получил трибет очень маленького размера минимального и тогда я сказал себе я сыграю колл со своим коннектором против рекреационного игрока почему нет открылась доска на которой мне было уже некомфортно потому что я подумал о там тузы королей туз король могут быть я как йода заговорил да и я собирался играть чек-колл одной улице а потом скорее всего сдаваться мы сыграли чек-чек я думал ладно окей может он что-то слоу-плейт для рекреационных игроков это типично да и не только для реки не только для рекреационных кеша подтверди так вот чекнул черн он чекнул черн на ривере я дыхал во флаше подумал черт чем черт не шутит давайте с чего-нибудь доберем поставил насколько я помню 60 процентов фото получил колл и оказалось что мой соперник героически прочекал свое 7 хайпд на флопе и терни предварительно дав весьма агрессивный наглый и я бы даже сказал дерзкий 3б при флоп ну все закончилось хорошо по крайней мере для меня я вообще смотрю что для меня в последнее время довольно типичным стало делать всякие ошибки как маленькие так и глобальные это я сейчас апеллирую к тем техническим неполадкам которые мы возникли некоторыми назад а все из-за того что я напортачил с настройками и это у меня сплошь и рядом дамы и господа так и живу на втором столе я намерен коллировать со своим слабым тузом и чекфолдить на ривер я так думаю хотя с ривером все сложнее с ривером все сложнее можем это обсудить так ладно здесь я сыграл конбета примерно 40 процентов вот там все дома король на самом деле одномастные не самая плохая карта для того чтобы проблифоваться мы блокируем туз дама и туз король комбинации а скотов как мы понимаем не каждый игрок будет играть 4б этом с туз король 100 процентах случаев и поэтому я поставил 2 баррель король на ривере король на ривере хорошая карта для нашего диапазона и честно говоря мы можем выиграть на шоу дауне в целом ряде случаев единственно что мне хочется играть чек кол ну да ладно будем играть чек и проигрывать тузу в принципе на самом деле а давайте поговорим за раздачи и мы сейчас это сделаем но сначала закончим розыгрыш на этих столах на первом столе я атакую а а на втором пикаю давайте поговорим за раздачи что у нас здесь было стоило так вот да что по поводу ривера напомню как раздела развивалась раздача мы заколлировали вторыми минрейс от рекреационного игрока со славы тузу что в принципе игра просто по потоцам желание попасть стрейд или две пары и в нас целый флаж что нереально окей и после того как мы расчековались по флопу на терни ставить никакого смысла нету мы никогда не получим проплату от худших рук соответственно чек наше решение и когда колд коллер сыграл бет мы должны как минимум я так понимаю одну ставку заколлировать потому что фактически то что репрезентирует человек с грустным ником сирота извините ком в горле он репрезентирует туза причем туза достаточно приличного потому что сайзинг в 50 центов это почти это больше трех четвертей пота не похоже на то что такое имеет смысл делать такой бет например с рукой типа туз 6 одномастный даже если они есть колд коле то скорее всего это типа туз дама и туз 10 ну и туз 5 туз 7 понятное дело тоже подходит мы блокируем эти руки у нас типа bluff catcher мы колем и на ривере флашевая карта имеет очень мало значения потому что я думаю большинство игроков поставили бы на флоппе имея флашдру или оезд поэтому четверки пиковая по сути дело бланк для нашей руки точно дело в том что ожидал я блефов как раз потенциально от рук типа король дама и вот что я подумал почему мне захотелось выкинуть я подумал что если он будет бельфовать в пиковую карту то он будет использовать руку содержащую пику чаще то есть не король дама или дама 10 допустим хотя даму 10 никто не колет но король дама то он захочет блефовать с пиковой король дамой ну то есть когда одна карта не пиковая при этом я думаю что с этими же руками он захотел бы блефовать и по флопу и соответственно вот на ривере мне стало казаться что есть он поставить я должен задаваться и как оказалось он действительно блефовал с король дамой и действительно там не было пики и действительно он не стал ставить о риверу без пиковой карты поэтому 10 очков гриффиндору и наконец вернемся к раздаче на втором столе и так как я и говорил дама король одномастным являются неплохой рукой для блефа потому что мы блокируем туз дама и туз король то есть сильные руки в диапазоне пола противника с которыми он потенциально мог бы нас скрыть то есть когда у нас дама король мы считаем что нас скроют реже ривер король щекотливая тема дело в том что да это в принципе карта у нашей руки очень мало шоу даун вели у нашего шоу даун вели только против не доехавших флаждеров которых здесь по идее ну не слишком много но они есть это значит что шоу даун вели есть соответственно ривер король можно рассматривать ну как около бланковую карту то есть она уменьшает количество туз королей в диапазоне оппонента если они изначально хотя бы частично представлены по флопу а также правда уменьшает и в моем диапазоне количество тузов туз король комбинации но да ладно это кто об этом думает в конце концов так вот в целом к чему я подвожу беседу мы могли пихать ривер с рукой типа король дама в данном случае но мне кажется что если мы собираемся выбивать туза изображает достаточно узко ну может быть все таки в данном случае лучше было бы использовать руку типа валет дама или 10 валет может быть даже и флаж дро какой-нибудь просунуть ну почему не хорошо писать пихать флаж дро на ривер это потому что мы блокируем диапазон фолда это знают почти все а если кто не знал теперь вы знаете собственно говоря посмотрев на раздачу еще раз я не думаю что оппонент почти достаточно часто здесь в принципе расстается с тузом я не знаю этого ну может быть расстался бы может быть не расстался можно ли пихать в этого короля ну теоретически можно но у нас все-таки появилась шоу данную я не хочу рассказывать вам о слишком сложных ситуациях типа вот как это но я вам все равно рассказал короче говоря не хотел вас сильно путать но видимо запутал а и вам придется с этим жить короче чек не ошибка уж не ошибка меня на некоторых игроков есть маркеры что у нас достаточно странно я смотрю что здесь по-прежнему открывает в 3 bb ну и лимбер короче все как обычно по-прежнему неплохая для нас доска и мы можем как быть однако я хочу чек и чай чтобы не делать свой диапазон чекбэка слишком уж слабым поэтому чай десяток отправляется в чек и почему бы не сделать это с 10 9 пиковыми на тёрне мы будем атаковать получать колы от туз валета туз дамы 6 5 1 мастера худшая рука которую я открою на картофе из коннекторов да ну 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 так задумался думал может сейчас опен пуш будет ну то есть 3 бет пуш никогда не было такого что сидите и оппонент пихает пихает алын на каждый ваш рейс а потом вы так с тузами открываетесь и он задумывается и такой он думает думает думаешь блин ты только что пушил подряд все руки у меня тузы ну давай давай соберись братуха а он такой думай 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 особенно если ты видел что он пушил какие-нибудь 84 1 мастер думаешь у тебя что реально сейчас было что-то хуже чем 84 1 мастер это боль вот чего хорошего в зуме ой так то что экшен охладает я быстренько сейчас вернулся обратно включая себя я сделал красивую рамку точнее я сделал а для меня сделали красивую рамку чтобы все было очень кошерненько и если не туда кликнуть то рамка попадает на передний план можете записать это в список моих косяков на втором столе все зависит от того как построен наш диапазон open рейса дело в том что у меня в диапазоне будет тут 10 разномастные в ранней позиции если у вас их нету то вероятнее всего вам нужно здесь почаще играть от чека у меня есть тут 10 разномастные у меня есть тут 8 разномастные и десятки восьмерки все понятно потёрну я продолжу ставить а вот на ривере я даже честно говоря затрудняюсь предположим выходит какая-то бланковая карта двойка пик что на ривере выгоднее сделать сыграть бет или чек кол не знаю возможно все таки на первом столе я думаю что мы обязаны тащить почти всех стал тузов по флопу хотя тут можно поспорить может по-другому построить диапазон например вместо туз 2 коллировать король 7 что тоже вполне адекватное будет решение вы поковырялись со всяких флоп зилах или подобных программах думаю что у вас был бы более было бы более ясное представление о том что можно что нельзя делать и я не собираюсь проще кузовы особенно в доезд по риверу вот насколько наглым и беспринципным человеком нужно быть чтобы 8 4 разномастные в два с половиной блайда с баттона тройки это не плюсовый колл на баттоне кстати дама 7 мы получили чек от сироты мы же не будем забирать банку сиротинушки по крайней мере не на флопе да и не на терми я бы ну вот так и всегда у него какой-нибудь малет или слабый король потому что сироты они самые пробивные самые а может у нас выбил блефом с тузом старшим или чем-то в этом роде дама 4 одномастные почему бы не защитить ее колом на маленьком блайнде у вас есть причины не защищать даму 4 одномастные колом на маленьком блайнде о есд думаю стандартам будет все таки конбет десятка давайте предположим представим свой диапазон и спросим себя с чем бы мы хотели блефовать в горне и на ум не приходит ничего особо подходящего чтобы не содержало пару значит если мы все равно будем блефовать с руками содержащими пару то пусть это будет десять валет мы можем спокойно репрезентировать все сильные руки типа тузы и короли ну не короли тузы и дамы король валет девятки и так далее мы получили чекрейс это очень неприятно и он репрезентирует сеты и допперы скорее всего я даже не уверен что это плюсовый кол на самом деле я не буду коллировать думаю что с флаждро я бы кольнул всегда а вот о есд наверное так себе даже с парой но поскольку пара пара здесь особо не играет я не думаю что у него в диапазоне вообще найдутся руки для блефа чистого сыграю чек кол на первом столе с флаждро и ахай если у него не готовая рука то мы почти всегда впереди потому что более сильные тузы находятся в ререйзе как правило ну туз 10 конечно еще проигрывает мы проигрываем но зачем ему ставить туз 10 ооо у меня заканчивается таймбан какая боль а он даже десятки не ререйзит наверное это нормально да наверное это нормально он же не обязан не обязан и колт 3 бета по карманной паре фолт на продолженную ставку вот я думаю станет ли проблемой отсутствие таймбанка на втором столе может быть станет может быть не станет а видео идет уже полчаса и если там не было никаких дефектов связанных с моим косяком в настройках то я буду скоро заканчивать и быть добру если в начале не будет проблем со звуком очень большой сайзинг но мы должны коллировать девятки скорее всего тоже сыграют колом на втором столе как всегда на первом столе всегда тонкий момент колем мы здесь или не колем думаю что колем думаю что мы здесь должны колить в его диапазоне должно быть большое количество руки типа туз король а также он может быть возможно трибетит всякие одномастные тузы и сейчас я буду ааа блин ривер но у меня здесь для кола есть руки которые не содержат блокеров на его флаж дро конечно он может запихать еще туз короли в лев но я всегда буду скрывать здесь любой дамой я буду скрывать здесь сетами я буду фолдить собственные флаж дро и руки которые блокируют флаж дро и ОСД в его диапазоне ну и готшоты так что нет с фуалетами нет спасибо девятки просто подбили по по потоцам по потоцам интересно ну чуть поставил там неолым трибетить ну естественно очень скоординированная тяжелая доска думаю что я буду большую часть его диапазона играть от чека и даже несмотря на то что у меня гандшот я все равно чек ну надо вставить у меня могут быть блефы в виде туз король рук или нас в фд например ну кому это интересно если он пустой дальше что еще одно интересненько сыграем будем сдаваться в смысле сдаваться сдаваться слова как экзамен сдавать как материал сдавать на верстку отдавать хорошая доска для нас по-прежнему у нас кучу оверпар диапазоне ему тяжело защищаться он сыграл туз колу ой туз колу сыграл по туз валет туз даме сдался на тернет по туздаме с пикой я надеюсь вы понимаете хотя скорее должен коллировать там все туз дамы защитился сдался стандарт давайте нам еще одну интересную раздачу и будем прощаться ну надо тащить почти наверняка король хай натер не совсем не надо блокируем его блефы 89 так дайте дайте что-то интересное я не то что о его олимпе а своем потенциальном ли вы посмотрите скажите минуты гашан хорошо уже многое видели посмотрите на это и сразу попытаемся забрать банк и запомните ленин это сила все олимп это сила вот на такой знаменательной ноте мы ставим галочку если нам повезет сыграть что-нибудь еще интересное мы сыграем а если нам не повезет значит все будет как обычно думаю что я буду атаковать здесь большую часть своего диапазона на чек а у него по-прежнему будут средние пары и прочие безобразие у него будут руки типа 8-9 бубновые которые он выкинет наш там бы все равно уже нет смысла ставить его диапазон сузился до каких-нибудь приличных ахаев средних готовых рук а также наглых дерзких и подлых слоуплеев поэтому сыграем чек и честно говоря я если бы он поставил бы я бы инста сдался потому что ему собственно блефовать они с чем и но вполне себе ожидаю что сейчас выиграю туда мы достаточно часто или проиграть 9 карет уже считается это в тему наглых дерзких и подлых слоуплеев но на самом деле он сыграл правильно у меня к нему претензий нету думаю что выжил он из меня максимум а мои предшествующие шоу-дауну слова лишь подтверждают эту мысль о май гад мистер мэдер как остроумно так почему все так много ставят я думаю что надо тащить здесь две оверкарты бэкзорная флэш-дром как широко могут ребетить они и как широко защищать будем мы король бубновый это карта которая либо будет нашим приговором либо нашим спасением дело в том что на большинстве риверов мы уже не сможем расстаться своей топ парой приобретенных на терне потому что диапазон кола нашего на плапе будет содержать некоторое количество флэш-дром понятное дело потенциально три сета но все остальное это очень слабые готовые руки которые на терне уже превратились практически в ничто и я жду что мой оппонент вполне себе запихнет на ривере туз-дама и туз-валет с бубной а также не исключено что он не станет вы любите на ривере руки типа туз-король то есть его диапазон будет полярный содержать сеты парочку стрейтов доехавших которые я блоки особенно с червовом валетом ну и вашей понятно никто не отменял там и коль и 56 разномастные а ну я думаю это плохо я думаю это плохо ну как плохо мне не нравится рейс при флоп либо при флоп мне не нравится я считаю что да есть аргументы за полярный диапазон ну почему 56 разномастные прекрасно себе играют колом не очень мне нравится кандбет по флопу в принципе порядок я считаю что нормалды вот бет черно мне не нравится конечно но не напугал не так часто напугает как 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 ему кажется у него руки слишком мало и какие у него есть прекрасные руки для того чтобы продолжать блефовать а именно у есд гатшоты с вверх картами даже тут гатшот с вверх картами это дабл бейли бастер и так что принципе эти руки замечательно подходит для блефа тёрна а также а также бубновые карты большие ну понятно то что я перечислял до этого когда он блефует здесь по риверу вот что касается уже блефа по риверу то тут уже он немного лучше чем все что было сделано до этого за исключением бета флопа которые как я сказал в принципе нормалды почему блефа ривера мне нравится чуть чуть больше чем все остальное потому что на таком ривере у него доезда стала побольше то есть его езды типа 8-6 доехали его валет дама доехали и можно предположить что типа 10 балет он блефовать не будет рассчитывая что у него есть шоу-даун против некоторых моих 9x рук или рук типа там 8-8 с бубной 6-6 с бубной ну что-то в таком вот духе соответственно мы можем предположить что в десятку он не все свои блефы поставят и в общем говорить себя за фолд с частью рук в нашем диапазоне вполне можем поэтому наверное пуш ривера будет не таким уж и плохим хотя просто эта рука не должна была появиться в его диапазоне ривера вообще вот такой вот анализ с моей точки зрения скромно моих в рамках моих скромных возможностей я и провел спасибо вам большое за внимание надеюсь мое взбудоражное состояние вам в принципе понравилось и вы будете лайкать и подписываться и вообще до новых встреч и те же вы очень всем нравились пока пока